Диас, мне интересно узнать, есть ли разница в отношениях между учениками и учителями, если сравнивать опять-таки казахстанскую школу и школу в Англии? На мой взгляд, разница довольно большая, потому что учителя в Казахстане, они, как правило, просто приходят, рассказывают информацию и уходят. От звонка до звонка. Да, а вот в Англии все совершенно иначе, учителя начинают стараться максимально приблизиться, стать твоими друзьями, чтобы ученик чувствовал себя комфортнее. И на фоне этого информация воспринимается легче, ты не воспринимаешь учителя как какого-то человека, который пытается донести тебе информацию, которая тебе не нужна. Ты веришь в этого человека, он становится тебе как наставник, и ты, слушая его, веришь ему. Ты воспринимаешь всю информацию, что он говорит, и действительно веришь, что она пригодится тебе. И за счет того, что много школ в Англии, они на основе бурнинга, именно проживания ученика в них, как правило, ты видишься с учителями намного больше, еще вне учебной обстановки. То есть у вас заканчивается стандартный учебный день, учителя не уходят домой, они все равно находятся в школе. Насколько мне известно, есть у вас дополнительные занятия, они лапс называются, да? Когда вы можете просто прийти в класс, это как бы время открытых дверей, да? И задать вопросы, если что-то было недопонято во время урока. Так? Да, у нас есть такое время, называется «Атсасайм». Атсасайм. Атсасайм. Вы можете прийти и поговорить с учителем на счет любых вопросов, которые волнуют вас. Например, даже с классным руководителем, не только на счет вопросов, касающихся академических знаний, но еще о том, что вас волнует. Он может постараться какие-то проблемы решить ваши. А проблема, как решить, это связано именно с предметом проблемы или какие-то другие проблемы тоже? Например, может помочь вам записаться на какой-нибудь кружок. А, понятно. Или рассказать, как, например, улучшить ваши знания. Если, например, у нас не со всеми учителями есть время, «Атсасайм», и некоторые другие учителя, которые примерно знают этот предмет, стараются помочь. И это надо, потому что, ну, действительно помогает. И это очень хорошо сказывается на обучении. Вот я вот на себя почувствовал. И когда я прихожу на этот урок, именно это, честно, не очень много людей приходит. И поэтому это, получается, почти что индивидуальный урок. А, понял. Это вот этот дополнительный урок, да? В течение 55 минут. Вы можете перейти на 5 минут, вы можете перейти на полное время. Сколько хотите, столько, и получите информации. Это дополнительно ничего не стоит твоего родителями? Нет, это совершенно бесплатно. И, как правило, стараются учителя иногда даже вне этого времени можно поговорить, если договоришься с учителем прямо в конце урока. То есть, можно так сказать и сформулировать то, что было сказано тобой, что учителям небезразлична судьба ученика. Или это сильно громко будет сказано? По-моему, вот это как раз-таки наиболее верное высказывание. И вот действительно, они заботятся о нашей судьбе. И им действительно важно, кем мы станем, и как у нас будет строиться дальше в будущее. Даже с точки зрения профориентации, есть какие-то ситуации, когда, скажем, учитель дает это направление, связанное с будущей профессией, если это направление имеет взаимосвязь с предметом, который он преподает. Да, с учителем можно насчет всего побеседовать. И университет может подсказать даже, какие университеты могут вам подойти в будущем. Или вот у нас в школе есть такая программа. Школа, по-моему, сотрудничает с программой Unifrog. Это вот такое приложение, оно помогает выбрать университет. И учителя стараются тоже как-то посодействовать этому, чтобы вы могли выбрать для себя, чем вы будете заниматься в будущем. И это, начинается вот этот выбор за год, за полтора. И все это время учителя думают и помогают вам выбрать наиболее удобный для вас способ обучения. Справедливо будет сказать то, что вот эти взаимоотношения между учителем и учеником, они, может быть, не важнее, но также важны, как и квалификация самого преподавателя. То есть многие родители меня лично спрашивают, насколько сильный преподавательский состав. То есть учитель может быть доктором наук, закончившим Оксфордский и Кембриджский университет, но если у него нет вот этой взаимосвязи с учениками, все это, ну, как бы, теряет свой смысл. Да, вот в этом как-то и отличие образования между Казахстаном и Англией, то, что преподаватель намного ближе к ученику. То есть в Казахстане я не говорю то, что плохие учителя, как специалисты своего предмета, но не хватает вот этого мостика, да, между учеником и учителем. По-моему, учителей даже нету столько времени и возможности общаться вот в Казахстане с учеником столько, сколько есть времени в Англии. И за счет этого ученик и учитель становятся ближе, и у ученику намного легче адаптироваться, намного легче складывать информацию. У тебя свой собственный есть какой-то пример, скажем, связанный с определенным предметом, который тебе, может быть, не столь нравился, но понравился здесь в Англии, из-за того, что учитель сумел тебя замотивировать, как бы. Собственный есть пример? Да, мне очень сильно не нравился спорт из местного. У нас он был по расписанию, я не мог никак от него откосить. И мой учитель, который также ведет меня английский, он еще у нас коуч по рэбби и по другим видам спорта, и поэтому он меня мотивировал, каждый урок на английском говорил, ты сегодня же придешь, ты будешь заниматься, и я тебе дам, например, какие-то баблашки, какие-то задания, но ты будешь делать. И так же мы видели с ним после урока, и он меня хвалил, говорил, что молодец, ты сегодня отлично поработал, и это давало мне какую-то мотивацию приходить еще раз, становиться лучше, потому что меня подбатривал учитель. Потом еще за счет того, что у меня были какие-то... Так сказать, я не особо любил этот предмет, но после того, как учитель начал объяснять мне, зачем этот предмет мне нужен, и это все было причем в какой-то такой простой и прямо мне в форме, что я начал понимать и действительно вовлекать, он меня действительно вовлек в данный предмет. Понятно. Ну, а по поводу спорта я хотел с тобой поговорить отдельно, отдельным блогом. Окей? Угу. Субтитры подогнал «Симон»